Как я вам сказал в самом начале, здесь не надо ничего объяснять и не надо, наверное, пытаться ничего понимать, надо просто смотреть и наслаждаться. Но на самом деле, когда я созванивался позавчера с Яжималевским, он обещал мне показать, что это такое, что я вообще просто буду в восторге. Я вам скажу честно, да, очень было прикольно, но мы с Володей и со всей командой не первый год выступаем, не первый год на сцене и видели немало. И честно скажу, хотелось бы увидеть что-нибудь такое, что действительно сказали, вау, это действительно невозможно, это действительно магия, это действительно что-то чудесное, странное, скажем так. Я думаю, что такого уровня, как Серж Валевский, он наверняка что-нибудь приготовил интересное на потом, я больше чем уверен. И если мы все вместе попросим еще ЦУГАБЕ, я думаю, он что-нибудь да все-таки покажет. Давайте все вместе под ваши аплодисменты! ЦУГАБе! 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 Здравствуй! Рад тебя здесь видеть, реально очень классно, но хотелось бы увидеть что-нибудь еще вообще в таком из. Вау! Можно что-нибудь вообще? Ну, во-первых, я хочу поблагодарить всех, большое спасибо. Очень приятно встречать вас у меня. А сейчас я вам хочу показать один очень интересный эксперимент. Этот эксперимент заключается в том, как можно перевоплотить личность одного человека в другого. Для этого эксперимента мне понадобится помощник. Я думаю, что сегодня моим помощником будет человек, который больше всего отнесся сарказмом к моему выступлению. Я думаю, это наш ведущий Владимир. Владимир, вы поможете мне это? Я думаю, зал не против. Меня, короче, ребята из Праговой сделали, подарили мне даже двух. Нет подарка, короче. Вот пришел, иллюзион шоу сделал еще раз. Я не понимаю, кто тебе и должен. Обычно я всегда над всеми шучу. Сегодня что-то надо мной говорить. Ну, ладно, помогу. Поможете мне, да? Владимир, вам ничего не придется делать. Пожалуйста, возьмите стульчик, любой стульчик, и присядьте, пожалуйста, на стульчик. Давайте еще раз, так нормально сделаем, так нормально, я сейчас так делаю. Осторожно, не убейте. Да, присаживайтесь. Владимир, я вас попрошу немножко сейчас сконцентрироваться, иначе эксперимент просто может не получиться. Я как всегда в концентрации, я сам в концентрации. Сделайте, пожалуйста, я попрошу полную тишину. Сделайте, пожалуйста, глубокий вдох, выдох. А теперь, пожалуйста, чуть-чуть посерьезнее. Еще раз, сконцентрируйтесь, сделайте глубокий вдох, выдох. Посмотрите мне на руку. На счет три вы закройте глаза, впадете в глубокий сон. Раз, два, три. Вы слышите, вы слышите только мой голос. Вы слышите, что ваше подсказание обучается только мне. Представьте себе лифт. Вы заходите в этот лифт на первом этаже. И смедленно начинает подниматься. Как только лифт достигнет пятого этажа, ваше подсознание полностью очистится. Вы не будете помнить абсолютно ничего. Второй этаж. Третий. Четвертый. Пять. Вы слышите только мой голос. Ваше подсознание подчиняется только мне. И смедленно-медленно поднимается. Как только лифт достигнет десятого этажа, вы полностью станете другим человеком. Вы станете человеком, обладающим стрессосорными возможностями. Вы станете человеком, обладающим феноменальными возможностями. Вы станете вольгом месяцем. Шестой этаж. Седьмой. Восемь. Девять. Десять. На счет три открываем глаза. Раз, два, вы вольгом месяцем. Три. Чуть-чуть потешимой. Залп полная, полная тишина. Добрый вечер. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Вольгл. Мессинг. Господин Мессинг, на своих шоу вы показывали очень интересные эксперименты. Одним из этих экспериментов было то, как с помощью силы мысли вы могли воздействовать на различные предметы. Могли бы вы нам сейчас это продемонстрировать? Да. Для этого эксперимента мне понадобится любой простой обычный предмет. Можно попросить, да? У всех на столах есть столовые приборы, ложки или вилки. Кто хочет попробовать, можете взять вместе с нами. Господин Мессинг, будьте добры, возьмите двумя пальцами этот предмет. А сейчас послушайте меня внимательно. Положите себе его на руку и легким-легким прикосновением руки постарайтесь воздействовать на этот предмет. Браво. Позволите. Все мы знаем, что наша жизнь существует благодаря энергии. Энергия существует в каждом человеке в какой-то больше или меньше степени. На сегодняшний день, что такое энергия, полностью мы объяснить не можем. Например, с помощью энергии вырабатывается электричество. И для следующего эксперимента мне понадобится простой электрический прибор. Возьмем, к примеру, лампочку. Владимир, у вас есть лампочка? Она рабочая? Выкрутите, пожалуйста, дайте ее мне. Благодарю вас. Давайте попробуем с вами один маленький эксперимент. Сейчас эта лампочка будет находиться у меня в руках. Постарайтесь, пожалуйста, с помощью энергии воздействовать на эту лампочку. Браво, спасибо. Спасибо, Владимир. Посмотрите мне, пожалуйста, на руку. Закройте глаза. Раз, два, вы, Вольга, Мессин. Три. Господин Мессин. На своих шоу вы показывали один очень интересный эксперимент. Как на своих шоу мы хотим увидеть, вы могли считывать любой предмет. Вы нам сейчас это продемонстрируете? Да. Для этого эксперимента у меня, мне понадобится обычная повязочка. Проверьте, пожалуйста, с одной и с другой стороны. Благодарю вас. Господин Мессин, присядьте, пожалуйста. Проверьте, пожалуйста. Встаньте, пожалуйста. Сейчас я попрошу любого человека из зала, любого, взять любой предмет. Кто-то один, пожалуйста, кто желающий, кто-то мне поможет. Какой предмет? Ну вот. Возьмите любой предмет с кармана, с... Встаньте, пожалуйста, здесь. Вытяните, пожалуйста, его наводитую руку. Господин Мессин, скажите, пожалуйста, кто перед вами? Мужчина или женщина? Я чувствую, что эта женщина, она в руках держит холодный предмет. Это связано с железом. Мы пользуемся этим каждый день. Это ложка. Спасибо, благодарю вас. Спасибо. Не верю. Есть желающие кто-то еще что-то попробовать? Нет, нет. Ну, все. Господин Мессин, скажите, кто перед вами стоит? Мужчина. Это мужчина. Он держит что-то очень странное в руках. Такое ощущение, что этим очищают. Очень сильно вычищают. Попрошу ее полностью сконцентрироваться. Я вижу какую-то картину. Я не могу ее описать. Она связана с чистотой. Спасибо большое. Благодарю вас. Господин Мессин. Все, снимите, пожалуйста, повязки. Позвольте, я вам тоже покажу один небольшой эксперимент. Присядьте, пожалуйста, на стул. Сделайте глубокий вдох. Выдох. Посмотрите мне на руку. На счет три. Вы закройте глаза и впадете в глубокий сон. Раз. Два. Три. Спать. Вы слышите только мой голос. Ваше подсознание подчиняется только мне. Представьте себе лифт. Вы заходите в лифт на десятом этаже. И лифт начинает медленно, медленно опускаться. Как только лифт достигнет пятого этажа, ваше подсознание полностью очистится. Вы не будете помнить ничего. Девять. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Вы слышите только мой голос. Их медленно, медленно опускается. Как только у них достигнет первого этажа, вы вернетесь полностью в свое прежнее состояние. Вы станете Владимиром Полисом. Четыре. Три. Два. Один. На счет три открываем глаза. Раз. Два. Вы Владимир Полис. Три. Спасибо большое. Что. А шоу нет? Вау было. Вау. Копец. Было вау. А. Галстук, не понял. Дома посмотрим. Дома посмотрим кассету. А чё я не понял? Черш, а фокус? Я тебе потом расскажу, да? Не понял. Ну ты попал, Ларисин, попал. А ты вообще себя очень неприлично делал. Да, да, да. Это ужасно. Это ты не записывай такое.